Ну а теперь о тех, кто об истории пытается забыть и сделать так, чтобы о ней позабыли и другие. В Софии свернён памятник советским воинам, его испачкали краской. И это перед открытием выставки к 75-летию освобождения Болгарии от фашистов. Пару часов назад она распахнула свои двери, при том, что мешать пытались не только вандалы, но и власти. МИД страны просил организаторов отказаться от слова «освобождение» в названии выставки. Репортаж Ивана Благова. В зале уже яблоку негде упасть, а люди всё подходят и подходят, изучают документы. Рассматривают фотографии. Люди знают историю, чтут её и уважают подвиг Советского Союза в годы Великой Отечественной войны. Посла России здесь встречают долгими аплодисментами. 75 лет назад болгарский народ с ликованием и радостью встречал войска Красной Армии. Скандальное заявление болгарского МИДа, назвавшего «освобождение страны» в 1944-м Красной Армии сомнительным историческим тезисом, превратил эту выставку для болгар в события национального масштаба. Я хотел бы выразить отдельную благодарность Министерству иностранных дел в Братской Болгарии за информационную поддержку. Спасибо. Зал смеётся. Посол России впервые комментирует поведение коллег. Я думаю, что это просто самострел. Себе в ногу. Это сделали. Сделали. Я удивлён, конечно, потому что, в принципе, последний год у нас шло устойчивое, позитивное развитие наших отношений. Тем исторические документы и хороши, что каждый сам может увидеть, как болгары встречали Красную Армию, что было написано на плакатах. Перевода эти надписи не требуют. И здесь это помнят. Город Пловдев. В полутора часах езды от Софии. Это место называют холмом освободителей. Вот там мемориал в честь битвы при Филиполе в царствовании императора российского Александра II, избавившего болгар от османского ига. А это величественный памятник Алёша, уже советскому солдату-освободителю, спасшему народы Европы от нацизма. Помните, песня такая была? «Стоит над горой Алёша, Болгарии русский солдат». Эта песня в Болгарии до сих пор популярна. Сложно найти здесь того, кто её не знает. Мы любим Россию. Мы все наши братушки. Это не променяется. Большинство из тех, кто старше сорока, говорит по-русски. Школа. Даже Пушкина могут по памяти декламировать. Я помню чудное мгновение. Передо мной вылаз ты, как мимолетнее видение, как гений чистой красоты. А перед зданием русского центра в Софии собралась немногочисленная акция протеста. Это как раз те, кто считает советских солдат оккупантами. Мы решили спросить обычных людей на улицах, кто для них советский солдат, оккупант или освободитель. 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 Оккупатор. Из 10-7 считают красноармейцев освободителями. Один отказался отвечать. Согласно опросу общественного мнения, сделанному по заказу Еврокомиссии, 72% жителей Болгарии симпатизируют России. И все же памятник советской армии в Софии периодически оскверняют вандалы. Под покровом ночи, перед знаковыми датами. А потом, как говорит наш посол, утром приходят болгары и все очищают. Это наши болгарские друзья. А их у нас здесь миллионы. Иван Благой, Дмитрий Волков, Юлия Заграничного, Борис Иванин. Первый канал Софии. Субтитры создавал DimaTorzok